Почему ты говоришь в шалях? Шали это город, ты же не говоришь в грозных. Шали это шали, нужно говорить в шали. Что ты говоришь? Мы же не говорим? Да, говорит Кадыров, мы предаем, говорит Аллаху, сотоварищу. Своим языком, своими словами он подтверждает это. Да, он говорит, мы это делаем, но делаем это потому-то и потому-то. И это и есть наша религия, говорит Кадыров. Среди них есть и те же суфии, которые также неплохо относятся к этим обрядам Зикра и Маулида, но они тоже от вас бегут. Потому что от вас-то не спасается никто, от вашего беззакония. От вот этих вот... Пликни на колокольчик. Почему ты говоришь в шалях? Шали это город, ты же не говоришь в грозных. Шали это шали, нужно говорить в шали. Что ты говоришь? Мы же не говорим в грозный, мы говорим в грозном. Тогда по твоей логике нужно говорить в грозный, нужно говорить в Москва, в Нью-Йорк, в Варшава. Вот так нужно говорить по твоей логике. Потому что шали, ну, это склоняется. Шалей в шалях. Понятно, если ты будешь говорить в городе шали. Как бы ты сказал, например, Кремль находится в городе Москва. Но если ты не говоришь в городе, Кремль находится в Москве, ты говоришь, ты склоняешь. Так же ты шали склоняешь. Ассаламу алейкум. Последнее время стало актуально говорить с тобой о дуде. Так вот, зная его, он по-любому задаст тебе вопрос насчет заработка. Будь добр, расскажи, сколько собираешь за один эфир в среднем. Ответ Киселева не котируется. Алейкум ассалам. Чтобы отвечать на такой вопрос, нужно ввести какую-то бухгалтерию, иметь эти данные. У меня их нет, я их не веду. И у меня нет такого понятия, как средний заработок в месяц. Вы поймите, что невозможно такую вот отчетность ввести, если у тебя нет какой-то стабильной зарплаты месячной. Если у тебя нет какой-то бухгалтерии, которая просчитывает это все. Но ты не можешь отвечать на эти вопросы. У меня я могу один месяц вообще в минус выйти. Могу в ноль, а могу выйти в прибыль. Поэтому как мне вот этот средний показатель вычислить? Это надо сесть, провести какой-то бухгалтерский отчет годовой сделать. Но я, конечно, этим не занимаюсь. В моей ли ситуации заниматься этим? У меня день прошел и нормально, алхамдуллиллах. О каких отчетностях там может быть? Наверное, я имел в виду фильм Дудя про Беслан. И мне тоже интересно, смотрел ли ты, и если смотрел, то какое твое мнение? Да, я, конечно, смотрел этот фильм. Фильм Дудя, я честно скажу, я его, он три часа был, и я его смотрел так перематывая. Я не смотрел его полностью, особенно я перематывал вот те моменты, где он, где были истории вот этих пострадавших людей. Мне было интересно посмотреть, какие оценки этим событиям даются, политические, там, иные. Поэтому я слушал вот эти, например, Аушева. В целом могу сказать, что этот фильм полезен. Да, конечно, не со всем я там согласен, не со всеми оценками, но в целом это очень полезный фильм, который для обычных россиян, понятия не имеющих о том, что там произошло, которые только из российской пропаганды знали, и они знают, что там плохие ребята, которыми командовал Басаев, пришли и захватили школу, чтобы убить детей. Вот так им это все представляется. Сейчас они узнали, что на самом-то деле детей убили не они, а убили их российские войска, российский спецназ. Они теперь знают, что были условия, что те приходили туда не для того, чтобы детей убивать, а выдвигали политические требования. Теперь они знают, что именно из-за того, что с ними не стали вообще вести переговоры, дети были убиты. И теперь они знают, что во время штурма спецназ стрелял из тяжелых орудий по школе, в которой была переполнена заложниками, среди которых были дети. И это никак не оправдывает тех, кто захватил эту школу и поставил под удар этих детей. Никак это их не оправдывает. И я не хочу сказать, что они хорошие ребята. Но это, во-первых, как минимум для российского зрителя открывается, эта ситуация открывается с той стороны, что ответственность за это несут все-таки не только те, кто захватил школу, даже в равной степени. А тот, кто хорошо вдумается в это, он поймет, что российская власть несет больше ответственности за смерть этих детей. Именно за смерть. Потому как все-таки захватившие школу, они ее захватывали не для того, чтобы убить детей, а для того, чтобы заставить Россию пойти на уступки. И Россия, чтобы не пойти на эти уступки, убила детей. Вот это очень важный момент, который сегодня для россиян открылся. Если раньше только для чеченцев, наверное, это был посыл, что никаких акций на территории России делать смысла нет, что бы вы ни сделали, мы, если надо, убьем миллионы людей, но на уступки не пойдем. То есть это был такой посыл для чеченского сопротивления, мол, все, прекращайте. То сейчас это еще и посыл для россиян. И Дудь, и Новая газета, и телеканал Дождь, которые сняли про этот фильм, они показывают российским гражданам, что в случае вот такой вот проблемы, если их захватят заложники и будет угроза их жизни, то как бы многочисленны они не были, хоть их будет там миллион человек в заложниках, российская власть ими пожертвует. Теперь они тоже об этом знают. Поэтому я думаю, в целом, это очень хорошие фильмы. В Беслане Руслан Аушев показал себя героем. А что скажешь насчет его участия в военных действиях в Афганистане, за которые он получил звание Героя СССР? Я скажу, что это очень плохая страница в его истории. А то, что он до сих пор, как я понял, не раскаялся даже в этом, и в своих интервью он вообще какие-то отвратительные вещи говорит о тех событиях, это с очень плохой стороны его показывает. Это, конечно, нельзя никак оправдать. Это крайне негативная сторона его жизни. Я думаю, что ему стоит покаяться за это как можно быстрее, пока его душа не подошла к его гортани. Но перейдем к самому визиту Кадырова. Я обратил внимание, больше всего меня произвело впечатление, это когда переводчик Кадырова зачитывал в музее, они там находились, по-моему, и он зачитывал письмо, написанное пророком, мир ему и благословение Аллаха, правителю Рима Ираклию. И зачитывая это письмо, он дошел до того момента, где пророк, мир ему и благословение Аллаха, процитировал аят из Корана. Давайте тоже посмотрим этот момент коротко. И зачитывая это письмо, был аят из Суры Али Амран, 64-й аят. Я сейчас его на русском языке прочитаю, это будет перевод того, что зачитывал переводчик. О, люди Писания, давайте придем к единому слову для нас и для вас, и не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем никого предавать ему в сотоварищи, и не будем считать друг друга господами вместо Аллаха. Вы представляете, этот аят, аят Единобожия, зачитывает переводчик Кадырову и его свите. Кому зачитывает? Этот момент произвел на меня колоссальное впечатление, потому что те люди, которым он зачитывал этот аят, это как раз вот те самые слуги дьявола, которые на чеченской земле не просто исповедуют многобожие, исповедовали бы они все, что хотят, плевать нам на них, это их личные проблемы, они могут все, что угодно поклоняться, кому там они хотят, нас это в принципе, да, нам, конечно, хотелось бы, чтобы они были хорошими ребятами, но от того, что они там как угодно сходят с ума, лично мне наплевать на них. Но они не просто поклоняются, они борются с теми, кто следует вот этому аяту, они борются, воюют с теми, кто отказывается поклоняться, кому бы то ни было, помимо Аллаха. Они с этими людьми воюют, они их убивают, они фабрикуют на них уголовные дела, обвиняют их в том, что они уехали якобы воевать в Сирию, хотя они не помышляли никогда ехать в Сирию. Они их пытают, они что только с ними не делают. Это люди, которые открыто борются с единобожием на чеченской земле. И этим людям, там, в Иордании, в этом музее, вот этот переводчик зачитывает письмо посланника Аллаха, миримый благословение Аллаха, в котором содержится вот этот аят единобожие и запрещающий многобожие. Он им это зачитывает, и вы видели их лица, да? Так, чтобы, если кто забыл, вообще, что исповедует Кадыров, то сделал тоже небольшой отрезок из его высказывания. Давайте послушаем. Здесь есть субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok Да, говорит Кадыров, мы предаем, говорит Аллаху, сотоварищу, своим языком, своими словами он подтверждает это. Да, он говорит, мы это делаем, но делаем это потому-то и потому-то. И это и есть наша религия, говорит Кадыров. И ему, тому, кто это говорит, ему зачитывают аят из Порана, где сказано, что давайте придем к единому слову для нас и для вас, что не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, и не будем никого предавать ему сотоварищей, и не будем считать друг друга Господом вместо Аллаха. Никого не будем предавать ему сотоварищей, говорит Аллах. А Кадыров официально на совещании заявляет, да, говорит, мы предаем ему сотоварища, но делаем это потому-то и потому-то. Это был сильный момент. Даже устами вот этих вот нечестивых людей Аллах доносит до них вот эти моменты. Сам их же переводчик зачитал им аят. Ахамбур и Аллах, это был сильный момент. Обязательно прокомментирую получение салам и живым титула академика. Он стал членом Иорданской Королевской Академии потомкого пророка, мирму саняллаха. Кадыров его поздравил и ликует сейчас все это, все это обсуждают. Я поэтому сказал, что все, что нужно знать о Иордании, это все заключено вот в этом маленьком промежутке, где выплясывает, или играет на дудке вот этот вот королевский караул, как его называют. Какая академия, какие потомки, о чем вы говорите? Это братья, братья объединились. Одни другим братья там. И не стоит печалиться по этому поводу. Это наоборот, это хорошо, что они вот так вот объединяются, и мы видим их сущность, истинное лицо. Все нормально. Я тоже, кстати, рад и ликую этому, что они вот так вот обличили эту свою академию, как она в них называет, которые проводят эти же обряды. Те люди, которые бегут сюда, в Европу, вы думаете сюда, что бегут только суниты, что ли? Среди них есть и те же суфии, которые также неплохо относятся к этим обрядам Зикра и Маулида, но они тоже от вас бегут, потому что от вас-то не спасается никто, от вашего беззакония, от вот этих вот поборов постоянных, от того, что людей, допустим, употребляющих таблетки психотропные, наркотические, это ведь могут быть и суфии, и большинство своем, они, наверное, таковыми и являются. Этих людей также вы пытаете, бьете, в отношении них совершаете вот эти противоправные действия, в результате они вынуждены от вас бежать. Вы думаете, они вас любят? Вы думаете, вы сможете с ними объединиться на ненависти ко мне? Не будьте идиотами, это настолько тщетные попытки. То, что между нами, суннитами и суфиями существуют какие-то религиозные противоречия, религиозные противостояния, оно было испокон веков, и оно будет до конца наших дней, до судного дня. И вы на этом не сможете с ними объединиться. Да, они будут, наверное, не любить меня или мои убеждения, возможно, именно в этих вопросах религиозных, но от этого вас они любить не станут. Помните об этом. Вы либо должны провести какую-то черту, что значит суфием можно будет делать все, что угодно, а это нельзя будет делать не суфием, и тогда, быть может, вы сможете заручиться их поддержкой. Но так это очень глупая попытка. Продолжение следует...